В отношении Армении нужны жесткие санкции. Обстрелы постов азербайджанской армии не должны остаться безнаказанными. Такого мнения придерживается российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов. Они успокоились, на них никто не давит в принципе. Вроде закончилось, да? И давайте мы там что-нибудь попытаемся опять замутить. Вот чтобы ничего не было, даже попыток каких-то мутений, да? Мути вот это вот, из болота вот это все. Нужно пресекать это и не допускать любых возможностей провоцировать ситуацию. Изначально вот спровоцировали жесткая санкционная политика, спровоцировали жесткие какие-то там ограничения в том или иную степень. Армения саботирует любые процессы, направленные на нормализацию ситуации в регионе, подчеркнул эксперт. По мнению Евгения Михайлова, провокационные действия армянских бандформирований бросают тень на миротворческую миссию России. Российская Федерация должна предпринять все меры для того, чтобы подобного не повторялось. И наверняка Москва не очень, мягко говоря, довольна тем, что сейчас происходит. Фактически Ереван подставляет, на мой взгляд, Москву как основного гаранта процесса. Для Еревана сейчас как никогда необходимо дружить с соседними странами и открывать транспортные коридоры. Евгений Михайлов считает, что в Армении на данный момент нет единого руководства. Есть одни сплошные внутриполитические распри. Армянской стороне раз и навсегда стоит забыть о так называемом статусе Карабаха, особо подчеркнул российский эксперт. Пашинян, как в принципе, конечно, мы знаем, что он прозападный человек, да, несмотря на то, что он сейчас и нам улыбается, всем улыбается, говорит и обещает, но он пытается усидеть на трех, а то на четырех стульях. И тем самым плетет свой интриг. Термин Нагорный Карабах, насколько я понимаю, уже уходит из обихода. То есть есть термин Карабах. О каком статусе может быть речь? Четко заявлено, статус в ближайшие годы вообще не может рассматривать. По мнению Евгения Михайлова, на данном этапе нужно создать условия для подписания мирного договора между двумя странами. Должен завершиться процесс делимитации границ. Это, подчеркнул эксперт, откроет возможности для развития всего региона. Шамистам Амедов, CBC.